всем привет это у нас обзорчик времени обзорчик была распаковка ну можно сказать обзор телефона mi max 2 xiaomi mi max 2 это очень хороший аппаратик такой и безусловно самый лучший в своем ценовом сегменте ну конечно для тех кто не любит большие экраны как их называют еще лопаты это конечно не особо то и вариант а вообще если для вас это не проблема телефон классно в принципе он не такой уж и большой если так уже говорить можем ладошку вот у нас по размеру не такой уж он и большой как кажется и кстати к нему привыкаешь в карманах он нормально помещается все в полном порядке вот в общем телефон у нас довольно качественно сделан замечательно сборка вообще суперская поэтому нареканий вообще по сборке никаких нету то есть все очень даже классно сидит все замечательно первый плюс который хотел бы отметить это что можно переключать интернет на сим-карты при этом не вытаскивая их это реально круто потому что у меня на asus два радиомодуля и только на одном было 3g и 4g чтобы на другую карту этот самый сделать интернет надо было переставлять их местами здесь так делать не надо здесь просто зашел вот зашел в настройки примерно нажал вот сюда и внизу есть вот такая вот штука интернет и просто переключаешь все больше еще идет на здесь тоже кстати два радиомодуля его поддерживает 3g 4g не знаю на каком из радиомодуля может быть оба поддерживает а может быть только на одном я не помню честно да в принципе 4g я и не пользуюсь мне 3g с головой хватает вообще для работы в принципе поскольку я через мобильный интернет видео и музыку не слушаю чтобы не жрала трафик да и мне в принципе не надо я все что мне нужно там загрузил на него и пользуюсь это один очень большой плюс потом у нас здесь еще отличный прием сигнала там где у меня asus не ловил вообще это справляется на ура и работает очень быстро вот он очень быстро переключается между сетями вай фай и 3g это несомненно плюс и к тому же с радиомодуль у него здесь очень хороший мощный стоят который ловит сигнал блин везде где у меня там по углам в квартире в подъезде то есть где у меня asus ловил плохо этот ловит отлично то же самое с вай фай модулем я в парке сидел там у нас . вай фай примерно от меня была 150 200 метров asus у меня как бы не особо там до 100 он как бы видел эту сеть но не мог не подключиться то этот вообще без без всяких проблем то есть нормально подключался все интернет работал то есть это огромнейший плюс ты будешь всегда на связи и все общем замечательно со связи так что еще там некоторые блогеры говорили что у него якобы есть инверсия я не знаю быть может производитель ставит разные экраны в одну и ту же модель может быть и такое кстати есть такая практика вот бывает но инверсии лично я здесь не займет здесь конечно не видно сейчас будет потому что блик от солнца вот это надо делать темноте ну может быть потом сделаю в общем с уверенностью могу сказать что во первых инверсия проступает только когда держишь вот так аппарат вот вот под такими вот углами я если честно под такими углами видео не смотрю то есть мы смотрим вот прямо максимум ну там отклонение небольшое то есть это не критично здесь вообще не с этим проблем никаких нет то есть небольшое отклонение вот и как бы все равно нормальная картинка без всяких проблем поэтому сразу говорю что экран здесь хороший он яркий вечернее время обязательно пользуйтесь автояркостью потому что он настолько яркий что ну я бы не сказал бы что он самый яркий из всех телефонов но глаза выедает просто днем нормально в общем на солнце можно пользоваться все видно все замечательно а в вечернее время придется конечно прикручивать яркость потому что капец просто глаза прям высыхают от него вот работает оболочка шустро очень шустро мне понравилось если честно сяоми это первый мой сяоми раньше у меня их не было у меня были там асус или нового всякие айфоны вот и сяоми пользуюсь первый раз и честно сказать оболочка мне понравилась она довольно быстро и почти не было глюков был один глюк короче у меня когда только достал из коробки вот и пытался зайти к вине я зашел в камеру сделал снимок а потом у меня здесь началась фигня какая-то переключаться короче типа ему разрешение какие надо что для этого нужно сделать для этого заходите в само приложение вот и открывать для приложение там фото галерея и камера все разрешения в общем доступа все все были потому что он что-то заглючил это для тех у кого вдруг такая фигура нам но это скорее всего какой-то бак самой прошивки может быть но потом у меня пришло обновление в общем и вообще все это дело наверное поправили я не знаю потому что когда я сделал все разрешения пооткрывал то есть у меня больше никаких люков не было самопроизвольных перезагружение не было вот подвисание никаких не было все замечательно работает все быстро все нормально вот по поводу железо здесь железо не игровое конечно оно потянет как бы большинство игр и и больших и небольших игр топовых вот на средних и малых настройках то есть пойдет без проблем но здесь не игровое железо то есть он в принципе не для этого и предназначен он больше предназначен для потребления контента для работы о чем говорит нам его аккумуляторы и долгоиграющая способность вот заряд батареи он расходует вообще замечательно то есть просто офигеть можно я короче на 85 процентах заряда проходил где-то около двух с половиной суток два с половиной дня на 85 процентов заряда если бы там было все сто процентов я думаю он бы без проблем и три дня проходил вот а есть еще там покопаться в настройках кое здесь кстати немало и энергопотребление снизить еще то он проходит еще и дольше я думаю четыре четыре пять дней можно вытянуть из него без проблем он реально очень долго живет по сравнению с моим асусом который заражал каждый день то это вообще просто это для меня аж прям даже чего-то не хватает сидишь потому что раньше привыкал заряжать постоянно этот не надо сидишь как-то тут что-то надо сделать а ничего не надо вот так вот то есть телефон офиген потом что у него сканер конечно же как всегда работает очень быстро здесь вообще никаких нареканий быть не может он сейчас даже посмотрим если видно мою потронулся сканер работает просто офигеть как быстро то есть для тех кто там рассказывает что типа там этот самый ну быстро там но с задержкой пара доли секунд блин да это ты вообще нафиг ну не заметишь там и придираться к этому там даже полсекунды это очень быстро и по-моему это быстрее там чем любой другой пароль который надо вводить вручную или графический пароль сейчас вообще как бы обнаглели то есть разбаловали конечно производители всеми этими фишками ну да ладно так что здесь еще хорошо громкий динамик хороший динамик разговорный и громкий динамик внешний полифонический довольно громкий громче чем у меня на asus и здесь динамик скажем так ну как он громкий но он обычный не то чтобы там он ухо не глушит и при этом нормально слышно есть некоторые жалуются что у них как бы скачет громкости тише громче тише громче я скорее всего предполагаю что это дело в самой прошивке ну вот потому что у меня здесь все в порядке то есть нету такого видимо перепрошился он вот когда из коробки там доставал вот я как бы не звонил ну сразу обновился вот и поэтому из коробки никаких проблем там не ощущал то скорее всего дело было в прошивке вот я так предполагаю может быть еще где-то какой-то производственный брак там это но скорее всего это дело в прошивке потому что те кто говорил что там звук тише громче их очень мало вот и когда ну вернее писали я допустим на форпиде читал об этом деле вот а потом тоже некоторые писали что после прошивки он обновление системы то есть как бы нормально все становится поэтому скорее всего прошивка но мало ли то есть я как бы не говорю что это точно прошивка и так далее потому что всякое бывает может быть пара там каких-то аппаратиков из десяти с каким-то могут браком эти это то есть как говорится в семье не без брака вот так вот и здесь с производительностью бывает иногда и брак попадается поэтому вот такие вот девички по поводу внешнего вида сейчас мы поближе посмотрим он пара трем нашей вот этой вот штучкой микрофиброй вообще внешний вид очень хороший кстати черный цвет аппарат черном свете стоит дороже чем золотой поэтому не на если вот для вас принципиально берите черный если нет можете и золотой брать он неплохо смотрится но мне как-то золотой не очень нравится поэтому я взял чего не учебный захотелся очень хорошо смотрится вот такой вот он у нас все в принципе как видите очень хорошо собрано никаких нареканий вообще нету то есть все замечательно кнопки кстати для любителей там совсем попридираться не люфтят ну так чуть-чуть вообще ход еле-еле есть но они не цакатят то есть когда там присешься что-то делаешь они не цакатят то есть они двигаются только когда их вот именно целенаправленно с усилием пальцем вот так вот делаешь эта кнопка вообще не двигается да вообще не двигается а нажимается вот с таким вот звуком вот но он не двигается вот это вот такая вот нас камера у нас здесь сдвоенная двухцветная вспышечка тут у нас конечно же сканер отпечатка пальцев вот у нас ого инфокрасный порт это вообще супер блин как я вообще раньше этим делом не пользовался почему не было что за дела такие это очень удобная вещь телевизор включать кондиционер включать просто бомб почему другие производители этого этой штуки полезно не ставят не знаю я не думаю что там сильно дорого стоит но штука реально удобная и полезная по поводу кстати подсветки клавиш клавиш и у нас здесь подсвечиваются днем их ну видно так себе а вечером нормально видно ну как видите вот сейчас не светится принципе все 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 видно можно пользоваться вот такой вот у нас камера снимает неплохо единственное что в вечернее время суток этот телефон явно по съемке уступает моему асусу асус снимает вещь вечером гораздо лучше и шумов меньше у него здесь же картинка какая-то получается такая серовато и очень много шумов вспышка также с трудом справляется вечернее время на асусе куда лучше было вот в дневное время они снимают приблизительно одинаково но асус он как-то вот по-другому снимает и как-то получше вот но если оценить по 10-балльной шкале асус где-то на твердую восьмерку снимает то это где-то на семерку разница в общем-то небольшая то есть дневное время суток и яркость отличная все и шумов нету все все замечательные фото в принципе получается то есть если сильно не придираться точно но я как бы смотрю на это проще потому что это это телефон это не зеркалка вот не профессиональный фотоаппарат это телефон камера к нему идет лишь как дополнение поэтому придираться есть особо как-то смысла нету камера хорошая работает да и ладно в общем принципе фотографии делать нормально можно пользоваться вот так так что вот такой вот у нас аппаратик всем спасибо пока